К теме безопасности детей, в том числе на дороге, часто обращается социальная реклама. Это способ заставить людей задуматься и побудить к действию. То есть первый шаг на пути к значимым изменениям. Взять хотя бы вот этот плакат. Рекламное агентство из Екатеринбурга в своей социалке призывает не отвлекаться за рулем, особенно во время школьных каникул. Слоган этой компании «Чем больше мы общаемся, тем меньше мы общаемся». И действительно, только задумайтесь, как неоправданно много места в нашей жизни занимает гаджеты, становясь барьером между нами и нашими детьми. Вообще, надо сказать, социальная реклама – штука сильная. Посмотрите, просто слово, да, разъединенное дымком. Вот и все. Тут уже без комментариев. Или вот этот плакат, выпущенный в Исландии. Под выпившим водителем предлагают сразу определиться с транспортом и выбрать такси, полицию, скорую или похоронное бюро. Мудро и в точку. В этот же список можно включить и проект «В пьянстве нет героизма», автором которого является наш земляк, сценарист и режиссер Шамиль Агаев. Но об этом проекте, а также о социальной рекламе, как о явлении в целом, мы хотим поговорить подробно. А потому рады приветствовать в нашей студии Шамиля Агаева. Шамиль, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начать мы хотим с проектов «В пьянстве нет героизма». Кто еще не видел, посмотрите. Сейчас мы вам на экране покажем замечательные фотокарточки. В двух словах буквально, в чем посыл? Почему именно супергерои? Супергерои, потому что это самый понятный и доступный язык общения с целевой аудиторией. То есть мы рассчитывали на подростков в 12-17 лет, а основную кассу супергеройских фильмов как раз делают молодые люди, скажем так, 12-25. И это как раз наша целевая аудитория, если надо разговаривать. Такая, которая пока еще не особо стоящая на ногах, которая на распутье пока еще. Да, но которым родители дают деньги на билеты в кино. Шамиль, тема алкоголизма поднята еще в ролике. Это достойный пример. Там маленькие дети инстанируют взрослые застолья, пьют залпом сок и еще занюхивают это шоколадом. И в коронавтометражке ты не по регламенту. Там молодой человек ворует бутылки с алкоголем. Правильно ли понимаешь, что тема алкоголя для тебя очень острая? Ну, что в фильме не по регламенту, алкоголь это все-таки в первую очередь это средство для рассказания истории. То есть он с таким же успехом мог бы украсть что-то другое. Вот сейчас мы видим кадры из ролика «Вы достойный пример». А он целиком сейчас проиграет? Ну, как захочет режиссер. Потому что там весь кайф как бы в финале. И вот в этом финальном слогане. Здесь тоже ведь по сути алкоголь это лишь средство для донесения мысли. Общая мысль, что дети копируют поведение родителей. И родители очень наивно думают, что все плохое в их детях это от телевизора, от друзей, от ютуба, от летсплееров и так далее. А это не так. То есть я с удивлением для себя узнал, что есть некая... Ну, есть такая статистика, что не бывает такого, что родители полностью отрицают алкоголь, а его дети все равно при этом употребляют. Вот нет таких семей. Ну, и прям супер минимальное количество. То есть все-таки все дело в родителях. Здесь та же самая история. Все дело всегда в родителях. А вы так подрастянули, да, чтобы поление было? Да, когда конец? Когда этот самый капец, как я сказал. А вот сейчас секунд 10 осталось. Так а все, в принципе, здесь уже все понятно. Стало понятно, когда только ребенок зашел к взрослым и стало все понятно. Мне просто нравится, как там я вопросительный знак придумал, что он спустя время появляется. Но себя не похвалят, как известно. Таня с Андреем не похвалят. Я понимаю, что мир во всем мире и вселенское добро – это, наверное, утопия, к сожалению. Но, тем не менее, социальная реклама, как ты считаешь, она способна, ну, как-то оттолкнуть мир к улучшению? Ну вот, если перефразировать вопрос, если я хочу шашлык, поможет ли мне в этом спичка? Да, но этого будет недостаточно. То есть спичка – это лишь вот тот первый шаг, ну, точнее, не первый, то есть все равно воспитание ребенка и, в принципе, воспитание каких-то друдных и недурных привычек, оно там распределено на какие-то социальные институты. Семья, друзья, школа, садик и так далее. И мы прекрасно отдаем себе отчет, что социальные ролики – это вот прям буквально вишенка на этом торте. И то даже не вишенка, просто одна из остальных частей крема, скорее даже. То есть, но при этом мы очень четко отдаем себе отчет, что если мы будем свою работу делать хорошо, мы будем вдохновлять воспитателей детских садов, родителей и так далее, для того, чтобы они своим детям какие-то прививали правильные нравственные мотивы. Поэтому мы прекрасно понимаем, что одной социалкой проблему не решишь, но это то самое пламя, которое нам нужно, чтобы вот разжечь костер, чтобы поставить мангал, чтобы сделать этот шашлык. Какие метафоры обедитные. А тем, кто мечтает и видит себя сценаристом или режиссером, пишущий и снимающий такие социальные ролики, подскажи, пожалуйста, сколько он все разводит. Я теперь... Ты имеешь право, показали ролик, и ты можешь позволить себе. Расскажи, сколько в среднем стоит такая реклама, и по времени на сколько это уходит? Так, по времени... Нет, давай с денег. Как-то ты по времени уходишь. Я думал, получится свернуться. Стоит, в принципе, столько же, сколько съемка рекламного ролика. А мы не знаем. Ну, скажем так, блин, я не знаю, я могу оглашать или нет. Ну, давайте, что вот примерно такой ролик, ну, тысяч за 50 можно снять, можно меньше. И, скажем так, если бы это был рекламный ролик, то вот примерно можно сказать, там, тысяч 50. И учитывая, что это социалка, очень, это прям вот всем молодым начинающим совет, делайте социалки. Делайте социалки, потому что на социалку всегда можно потянуть кучу народу, бесплатно или задешево. Потому что вроде как делаете хорошее дело, ну, люди зачастую соглашаются, и очень важный момент. Мы же для чего это делаем? Мы же этот борщ варим для того, чтобы кто-то его поел, опять кулинарные метафоры. Ой, как... А паблики ВКонтакте и вообще, в принципе, гораздо охотнее берут себе бесплатные материалы, которые не имеют коммерческого, какой-то подтекста какого-то коммерческого. То есть социалка с гораздо большей вероятностью ее возьмут. Поэтому это в этом плане, или это легче, чем реклама? Ты знаешь, ну, все мы хотим признания, все мы хотим, в том числе и денег, и какой-то славы. Подскажи, может быть, ты знаешь, а ты наверняка знаешь какие-то конкурсы, фестивали, куда можно отправлять подобные видеозарисовки или фотоаппараты? Именно начинающим. Я сам только-только первые шаги в этом плане делаю. Я буквально случайно поучаствовал в нескольких фестивалях в своей жизни. Ну, то, что либо скидывали друзья, либо где-то в интернете по запросу, там, фестиваль социальной рекламы я находил, отправлял. То есть, может, в фестивалях трех-четырех я поучаствовал. И вот недавно, например, прошел фестиваль в Тюмени Муза, фестиваль социальной рекламы. Там четыре номинации. В одной из номинаций как раз фильм не по регламенту взял первое место. Молодец, поздравляем тебя. И я вот, я честно, я только сейчас сам делаю первые шаги. Я сейчас понимаю, что так как работ становится все больше, ну, вроде как неплохие, надо хотя бы попробовать поучаствовать в фестивалях. Поэтому я только сам делаю первые шаги для того, чтобы это было не вот так вот вспышечно, как это происходит у меня сейчас, а как-то, ну, более, ну, налаженная какая-то система была. Я думаю, через полгода, через год я смогу уже более конкретно сказать, кому обращаться, сколько это стоит и что конкретно делать. Поэтому тебя еще раз пригласим. Так, ну, пригласить в гости сценариста, режиссера... Все запомнили, да. Пригласить сценариста, режиссера к нам в гости и не поучаствовать в социальном ролике, мне кажется, это преступление. Андрюш, какое задание дадим для нашего? Что началось там? Ну, я не знаю, мы просто подумали, что почему бы нам не поимпровизировать. Мы всегда любим говорить, что у нас, Таня, наш девиз импровиз. И прямо сейчас попытаемся, ну, вот здесь сейчас родить, что называется, какой-то социальный ролик, небольшой. С твоей помощью мы будем актер, и ты будешь режиссер и сценарист. Так как у нас программа утренняя, поэтому надо что-то с каким-то позитивным. Вот давай, отличное начало дня. Вот на такой тему. А социальный ролик или просто зарисовка некая? Ну, зарисовка желательно, чтобы это был некий социальный ролик, который нес какую-то мысль. Какую-то мысль. Давайте это будет забавное что-то. Привет. О, привет. Ты тоже, что ли, у нее урочное время работаешь? В смысле, у нее урочное? Ну, сегодня суббота. Отличное начало дня. Спасибо, отлично. Нормально? Нормально? Все, красавчик. Ну, как оцениваешь творческую работу? Актерскую, давай. Я, 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 я. Актерский разбор здесь не бессмысленный, потому что... И мы еще должны микрофон вот так... Дайте микрофон. Мы должны подготовиться. Мы должны... Это отличная идея для ролика. Когда будем снимать? А какой сейчас год? А, 18-й. 18-й. Давайте, год добровольчества. Что-нибудь намутим. Ну, понятно. Значит, никогда. Значит, никогда. Студия есть. Спасибо большое, Шамиль. Ты сделал наше утро. Спасибо вам. Приходите в чебочайчик. Пока. Пока-пока. Зовите. Хорошо.